Ездящие на общественном транспорте, живущие в съемной квартире, одалживающие карту по быту, работающие на двух работах по ночам, круглыми сутками, адским рабским трудом, Днем и Алена. Ну сказали ж людям, тяжелый период был, тяжелый был месяц. Ну если что не в заставку, так в конец пойдет. Слушай, может повторить, мне понравилось. Не, вам же так не будет. Давай рассказывай, кто тоже. Итак, ребята уже получили достаточно давно, сколько? Месяц было, да? Да не, они уже пару месяцев назад. Ну да, уже такие расслабленные, раньше там седины вырывали. А сейчас ребята уже давно получили карты по быту и наконец мы решили спросить, как они их получили, чтобы они рассказали более подробно. Вопросы задают. В принципе ничего сложного, просто альтернативных путей мы не придумывали, шли естественным путем. Окей. Тогда мы расскажем, ну как бы два варианта. Первый вариант по работе, второй вариант, что я тебе расскажу свой путь по полицейской школе. Значит, я тебе расскажу свой случай, потому что он был очень как бы нестандартный, скажем так, своего рода. В принципе я работала на одной работе, то есть было, ребятами там взяли освещение. Точно на одной, точно не на двух. Ну, я не знаю говорить правду или нет. Давай красиво, бери красиво. Да, нет, ну на самом деле мы говорим всегда правду, просто кто не слушает, ну увы. По работе. Значит, во-первых, скажу сразу такой момент, что не будет одинаковой же ситуации у всех, не будет. Потому что у каждого что-то свое но. И насколько я уже сделала выводы из всех тех ситуаций, которые у нас сложились и сейчас складываются, что нужно по каждому вопросу, что бы вы ни делали, нужно ехать в Ужен и проконсультироваться. Либо позвонить кому-то, проконсультироваться. И как можно больше сделайте консультации, проведите консультации, а потом уже только делайте какие-то телодвижения. Потому что, ну, мы потом еще расскажем дальше, ну и сейчас немножко о другом. Значит, пакет документов. Сейчас отследите по датам все, что буду рассказывать. Значит, я устроилась на работу в марте по умове злоценя. Виза у меня заканчивалась 3 июля на день рождения. И получается так, что... Номер счета здесь повесен для подарка. Ну, мне еще открыть надо. И, получается, освещение мы тоже взяли до 3 июля. И если там посчитать, то как бы получается, что на момент 3 июля я бы отработала там сколько там? 4 месяца. Ну, это нужно высчитать, да? Где-то 4 месяца. В году, в календарном, можно по освещению отработать полгода. Поэтому я уже в середине июня, получается, сделала внесок, подала документы на карту по быту. И, получается, в идеале, то есть у меня заканчивалось 3 июля и освещение, и виза. И я не имела права работать. То есть до момента вынесения децизии. Я имела право быть, находиться в Польше на основании печатки. То есть обязательно, когда подаете документы, следите за тем или добиваетесь того, чтобы вам поставили печать в паспорт. Заветная красная печать. А если не печать, какую-то бумажку выдают, чтобы приняли документы? Нет, они просто печать ставили. Ничего не выдают? Нет, нет. То есть если печать не поставили, то ты не можешь доказать, пока не пойдешь в паспорт? Уже внесок давали, вот этот копий, я уже не помню. Нет, ничего. Просто печать. У них есть какой-то альтернативный вариант, какую-то справку они могут дать. Но уже надо знать. Просто это обязательно надо спрашивать, заранее спрашивать. Надо готовиться. Сбили, ничего. Полгода после чего-то. Так, и потом получается так, что... А я хотела работать, ну как бы никому не было интересно ждать. Да, ждать. И получается таким образом, опять же такие нюансы. То есть мы сейчас говорим о ситуации по Кракову. Как это в других городах, тоже нужно уточнять. Еще раз, какой город? Краков. Не для особого. И получается так, что мои работодатели физически находятся, вообще фирма зарегистрирована в другом городе. И освещение они мне брали в том городе. И получается какая ситуация? В Кракове мне говорят, что пани имеет право на основании этой печатки и того, что она ждет документы, еще использует вот этих два месяца по освещению. И еще я имела право, мне работодатель имел право взять освещение на этих два месяца или сколько там с копейками. Хотя виза закончилась. Хотя виза уже закончилась, у меня стояла только печатка. И поэтому, получается, они пошли в тот ужент в том городе, а им сказали, что невольно. И поэтому у нас была коллизия. То есть я им кричала, что мне можно, они просили, чтобы руководитель ужента Кракова позвонил в ужент другого города, где они находятся. Ну, естественно, что никто не звонил. И потом они, ну, они тоже, конечно, сделали свою работу, там побегали. И инспектор тот перезвонил в Краков, проконсультировался. Да, и все-таки им подтвердили, что, конечно, можно. Что мы заметили? Что есть распечатки, которые дают в уженте, вот это вот уставы о отсудоземцах. Там есть какой-то шаблон написанный. Но нет каких-то вот таких подтекстов. И вот поэтому нужно ездить и консультироваться, потому что такого не было написано в уставе, что я еще имела право взять на два месяца освещение и работать себе до момента, ну, когда проработать их полгода, до момента вынесения децизии. Ну, вот они проконсультировали меня, то есть мне сделали, я спокойно себе работала по освещению. И потом уже в течение, там, не помню, за полтора месяца мне вроде бы дали уже децизию. Ну, и все, как бы я же работала по децизии. Какие документы надо было? Ну, понятно, что нужно заполнить внесок. Внесок заполняете на месте, а потом уже из этого заполненного внеска делаете копии. Копии можно сделать в том же здании, при ронде в Уженде. Только там, где, получается, можно, там, где карты стоят, или, как бы, где выдают карты сталого побыту или паспорта в той части зала. Да, мне там больше нравится. Да, мне там больше нравится. Ну, пока что там к сырок делала. Да. У нас что-то начинает подкапываться. Потом фотографии. Вроде бы две фотографии. Не помню, я их все равно делаю штук шесть. Сколько там? Две фотографии вроде бы. Ну, в этом же здании тоже можно сделать фотографии. Я делала там, сколько там, 20 злотых заплатила. Ну, в принципе, можно сделать там, что на Старой Вишленой за 10 злотых. Ну, если кому-то это, ну, поможет. Потом нужно обязательно попросить у работодателя оплату ЗУС. То есть, я просила за три месяца. Я ждала три месяца. Как бы отработала три месяца. Потом подавала. Потому что уже тогда не нужно делать анализ рынка. И не надо работодателя тогда подавать документы и делать зазвонения от старосты. Поэтому дали мне за три месяца уплаченный ЗУС. Ну, они там все проверяют. Засвечение ЗУС. Ну, Артем, они разного там понадавали всего. Ну, оно по-разному выглядит. Ну, вообще, да. Засвечение ОС, платье, внеску до ЗУСа. Вот. Так. Ага. Милашки. Потом надо сделать копию паспорта. Копию паспорта нужно сделать всех страниц. Даже пустых. Все сколько там? Тридцать страниц будет. Это все нужно сделать. Потому что они это тоже проверяют. Освечение само как таковое. Или сколько у вас их там было. Потому что у меня их было несколько. Я их подавала все. У меня было несколько контрактов с одного места работы. То есть, все подавайте. Все подавайте. Так. И умова найму. Локалу. И мельдунок. Засвечение. Ну скажу так. То, что мне сказали девочки в Уженде. Сказали, что мельдунок в принципе не так уж и важен. Ну как бы он важен. То есть, в идеале мы должны по законодательству замельдоваться в течение скольких-то дней. Но они тоже понимают, что не каждый собственник согласится мельдовать. Но здесь такая коллизия. Опять же таки. Я лично перестраховалась, поэтому мы мельдовались даже, когда у нас уже закончился мельдунок. Есть хозяева, которые дают мельдунок. Есть которые не дают мельдунок. Есть инспектор, который не попросит мельдунок. А есть пелеспектор, который попросит мельдунок. И тут даже такой момент. Опять же, когда ищешь в квартиру, тоже такой момент, да. Понятно, что люди хотят на какую-то определенную сумму, супер-вариант, и хотят, чтобы это было и мельдунок, и хорошая мебель, и хороший ремонт, и минимум платить. Ну, я как бы согласна, ну, поймите правильно, то есть, ну, мы иностранцы, ну, к сожалению. Поэтому, знаете, мы когда приехали, мы... Мы с Востока, между прочим. Да. Для них мы с Востока. Кстати, да. Я помню, мы когда приехали, нам риэлторы искали квартиру, дал нам адрес, мы идем, там, вороны летают, знаете, это ядварь, такие, деревья все голые, все так серо, да. И я говорю, я не хочу здесь жить, я туда не пойду. Ну, и ничего, взяли первую попавшую, сейчас уже живем, еще вот сейчас будем контракт уже продлевать на следующий год. Вот. Ну, вот как-то так. Поэтому, конечно, с мельдованием лучше перестраховаться. Конечно, тяжело найти квартиру с мельдованием, это, ну, фактически, но я бы рекомендовала лучше искать квартиру с мельдованием, ну, лучше перестраховаться. Так, оплату на внесок этот можно оплатить своей же карточкой, прямо когда подойдет в окошке документы, либо, опять же, там, где делаешь ксероксу, там у девочек этих, заполняешь критацию, там имя, фамилию, адрес, и все. То есть, они проплачивают. Значит, можно заплатить сразу 440 злотых за сам внесок, и можно сразу же заплатить за карту. А можно за саму карту, за сам пластик заплатить тогда, когда у вас уже будет децизия, и вам придет сообщение, что вашу карту уже приготовили, приедет ее, заберите. Тогда на месте, когда будете забирать ее, оплатите 50 злотых этих. Вот. Ну, как-то так. А от этого, от работодателя нужно какое-то письмо, что он готов дальше с тобой работать? Ну, да. Это как у меня получилось. Просто у меня был контракт до 31 декабря. Опять же таки, я просто не проконсультировалась. И мне что-то девочка говорит, а почему, паня, на такие круткие термины, это карты? Ну, мы это в основном не знаем, для того же... А, нет, Бенди! Это, типа, что я. Ну, а потом получилось так, я подумала, что это будет от одного же работодателя, тот же контракт, та же сумма. То есть, я приеду просто на договор, и все. Я настолько наивная была. И тебе просто продолжено. Да, а оказалось, что нужно все заново подавать. Ну, и вот сейчас буду опять на карту подавать. То есть, ты могла попросить карту дольше, чем договор? Да, могла попросить дольше. Просто они бы потом спросили, там, а пан захочется пани продлевать там умовы, там, с пуперати? Ну, тоже говоришь, да, да. Ну, понятно, что я говорю, что да, хочет, конечно, я к Найбардзе. Но, ну, они все, они потом звонят к работодателю. Обязательно они звонят, они это, ну, в основном они звонят. То есть, спрашивают, действительно ли там пани работает у пана, и действительно ли вы хотите продолжать сотрудничество, или нехорошо. Ну, по крайней мере, мне так мои рассказывали. Ну, все, они подтверждают, да-да, и они выдают. То есть, в принципе, да, я могла написать на больший срок, ну, я просто вот чисто вот, ну, я все так подумала, да. Ну, подумала, за свои ошибки нужно расплачивать. Ну, просто консультировала. Да, я просто не проконсультировалась. Да, ничего, то есть сейчас на другую карту подам, то есть, и все. Другая карта, опять деньги. Опять тот же срок. Да, все то же самое. Я подаю от того же работодателя, те же, не, сумма будет немножко другая, но все равно, как бы, все то же самое, ну, платишь так же самое, и все документы собираешь заново. Все то же самое. А если ты сейчас захочешь поменять работу, что? Здесь немножко такой вот вариант. К сожалению, я уже в этом году использовала вот этих полгода по освещению. Когда уже использовала полгода по освещению, тогда нужно зазволение. И никто тебе не дал сразу зазволение. Понятно, что есть фирмы, которые тебе дадут, но в принципе физично в основном этим не хотят морочиться. То есть вообще-то этими документами не особо хотят морочиться. И поэтому я сейчас не меняю работу. А если бы у тебя была, допустим, карта и контракт до 15 января, то ты могла бы тогда опять идти на освещение? Да, да, я с 1 января могу взять себе освещение, получается, уже с другой компанией. Но опять же-таки у меня здесь тоже вопрос, который я хотела проконсультироваться, потому что если с мной меняю работу, я в течение месяца нужно подать документы. В течение двух недель нужно сообщить в Уженд, что ты уже не работаешь на той работе, где работал. По которой у тебя карта. Да, и в течение месяца нужно подать документы, там, альго из нового титула, альго из новой прации. А если у тебя, допустим, через неделю заканчивается карта, ты уволилась, то тогда ты в течение недели должна предоставить документы с новой работы? Я понимаю, логически, да. Потому что иначе потом ты уже, получается, как бы не закон. Ну, нервально, да-да-да. Но не 100% надо вывести. Ну, да, нужно уточнять, потому что, ну, везде такие, ну, вот, есть такие вот щегулы. Тонкости, тонкости, да. Я тебя буду переводить, скажи. Я нервничаю. И, ну, да, вот, просто все нужно уточнять, как бы. Ну, вот, в принципе, в принципе не страшно. Я своему инспектору уже рассказывала, да, что я постоянно инспектору звонила, как бы, ну, спрашивала, все ли хорошо, все ли хорошо. Она говорила, ну, все хорошо. Но собеседования не было. Нет, у меня не было собеседования. Вау, ничего. Я так поняла, что больше собеседования у семей, и особенно у которых вот небольшой период в браке. То есть, ну, они проверяют действительно, неэффективно ли это брак, и все, то есть, ну, вот. Ну, в принципе, все. Вот это полгода по освещению, а потом... Ну, за зваление. Ну, за зваление. Ну, да, поэтому нужно, ну, как бы, поэтому я сейчас не меняю работу. То есть, тебе придется потом за зваление брать, или что? Нет, а ей до 31 декабря можно по освещению. А потом? А потом опять по освещению. Не-не-не, у меня же карта есть. Сейчас я на основании карты работаю. А, если тебе выдали карту, то тебе не надо освещение брать. Не-не-не, уже не надо. А потом? А на новую работу? А на новую? При смене. Сейчас вот я продлеваю, то есть, моему пану там уже не надо ехать в Ужент и брать освещение. То есть, все, мне просто дают новый контракт, я подаю документы, с тем учетом, что я продлеваю. А если на другую работу идут, да, то есть берется все заново, это же процедура. Но 3 месяца уже не надо работать. Да, ты подаешь сразу, но у меня вопрос, может, скорее всего, нужно было делать зазволение, потому что это новая работа, но если брать по логике... То есть получается, тогда при любой смене работы следующее должно быть зазволение, если уже все, виза закончена. Если так логически подумать, то да. Ну, в общем, вопрос. Кто знает, пусть отвечает. Только тот, кто знает. А не договориться. Да. Может. Ну, вот. Логически как-то надо закончить. Она просто замолчала, это достаточно. Для Алены этого можно, чем достаточно.